СПОНСОР ПРОГРАММЫ СПОНСОР ПРОГРАММЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8 800 5000 977 Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о здоровье, тем более, что тема здоровья – это такая традиционная тема для нашей программы. Но сегодня мы будем говорить об онкологии, тем более, что сейчас в эти дни в крае проходит очередная профилактическая акция, направленная именно на это заболевание. А гость нашей сегодняшней программы – Роман Мурашко, главный внештатный специалист, онколог Министерства здравоохранения Краснодарского края, кандидат медицинских наук, врач-онколог в нештатной высшей квалификационной категории, главный врач клинического онкологического диспансера номер один Министерства здравоохранения Краснодарского края. Здравствуйте, Роман Алексеевич! Ну вот, прежде чем я начну задавать вам первые вопросы, я еще должен напомнить нашим предзрителям, что программа у нас идет в прямом эфире, и вы можете звонить, задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, телефон прямого эфира 290-06-46. Если позволите, Роман Алексеевич, начнем вот с чего. Мы с вами встречались здесь, в этой студии, ну, примерно полгода назад, там чуть больше, чуть меньше, и говорили о том, что да, действительно, онкология – одно из острейших проблем здравоохранения, ее выносят там, ну, вот в первые ряды заболеваний за эти полгода. Ситуация так или иначе поменялась, если есть статистика, если есть динамика, как она выглядит? Алексей, ну, я начну, наверное, с события, которое произошло вчера, и мы все были как бы его участникам. Это прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в ходе которой наш президент сделал акцент и поставил задачу повысить количество ранних выявленных онкологических заболеваний до 50-70%. Вот, это серьезная задача, и достичь ее можно только в том случае, если люди будут своевременно обследоваться и проходить, в первую очередь, профилактические осмотры. То есть я правильно понимаю, что вот не только от врачей, там, или не только от государства зависит выполнение вот этой задачи 50-70%, но и прежде всего от нас, пациентов? То есть если мы сами не придем, то вы, врачи, ничего не найдете? Я думаю, что здесь гораздо больше участников в этом процессе, вот. И врач-пациент это основные, но, естественно, есть вспомогательные службы, естественно, есть экономические вопросы, то есть вопросы очень сложные. Но если говорить о цифрах, то в прошлом году, в 2017 году, в Краснодарском крае было выявлено 26 тысяч вновь выявленных случаев онкологического заболевания. Это более чем на 300 тысяч, больше, чем в предыдущем году. Среди этих пациентов где-то треть это пациенты, которые были выявлены активно. То есть заболевания, у которых было заподозрено и выявлено в ходе профилактических акций, неоткрытых дверей, в ходе диспансеризации или при осмотре в смотровом кабинете. То есть благодаря вот такой активной позиции онкологической службы Краснодарского края мы стараемся выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, когда их можно успешно лечить. Я помню цифры, мы с вами тоже обсуждали, если это первая стадия, то там до 95, по-моему, процентов человек возвращается к нормальному образу жизни. Да, мы как бы говорим о четырех стадиях онкологического заболевания. Первая и вторая стадии – это стадии, при которых у 90-95% пациентов возможно выздоровление. В третьей стадии этот процент снижается где-то в половину. Четвертая стадия – это пациенты, часто больные заболеванием уже как бы неизлечимым. Часть из них вообще не подлежат специализированному лечению, а нуждаются только в поддерживающей терапии, то есть облегчении состояния. Тогда, если позволите, я все-таки вернусь к самому началу нашей программы, когда я говорил о том, что сейчас в Краснодарском крае стартовала очередная акция, направленная на профилактику онкологических заболеваний. И она там была такая, по крайней мере, то, что я видел в пресс-релизе, там была такая узкая специализация, связанная с горлом. Да, цель этой акции – ранняя диагностика опухоли ротовой полости и глотки. К сожалению, эта акция стартовала 1 июня и продлится до 30-го числа месяц. Проходит во всех лечебных учреждениях края, в том числе и в онкологических учреждениях. И цель этой акции – ранняя диагностика опухоли именно ротовой полости и глотки. Как бы эта локализация считается обозримой, то есть легко доступной, но, к сожалению, статистика говорит, что именно опухоли ротовой полости и глотки очень часто попадают к врачам уже в запущенные стадии. То есть пациенты с запущенными стадиями, с данной локализацией очень часто у нас. Вот цель акции – немножко поменять, может быть, ситуацию в этом вопросе. Ну а если, допустим, у пациента есть какие-то другие подозрения, я имею в виду на другие органы, не знаю, там, печень, грудь, если мы говорим о женщинах, да, какие-то другие, то есть его же не выгонят, его же не выгонят, не скажут, приходи в следующий месяц, когда у нас будет следующая акция. Алексей, ну, акция пройдет, потом будет следующая, конечно, эта работа ведется бесконечно. Ну, в каждой поликлинике, при каждой поликлинике есть смотровой кабинет, который работает в две смены, и если человека что-то беспокоит, а может быть, ничего не беспокоит, просто есть желание обследоваться, или он давно не был у врача, тоже как бы есть такая необходимость посетить обязательно этот смотровой кабинет. Нужно, конечно, воспользоваться обязательно этой возможностью. Смотровые кабинеты есть во всех поликлиниках, работают в две смены, Это особенно важно для работающих пациентов. Поэтому здесь главное желание. Возможность такая есть. Там работает специалист, который прошел подготовку в онкологическом диспансере именно по ранней диагностике онкологических заболеваний. Сейчас мы продолжим с вами разговор. Я хочу попросить наших редакторов, наших продюсеров, чтобы нам набрали эксперта. Как только это произойдет, мы выведем его в эфир, я его представлю. Если позволите, я вернусь к смотровым кабинетам, о которых вы говорили. Туда нужно как-то предварительно записываться. Нужно, я не знаю, брать талончик или я могу, грубо говоря, я иду с работы домой или вышел пораньше из дома на работу, я могу зайти и пройти вот такое первичное обследование. Насколько это по времени занимает? Специально талончики брать не нужно. Чаще всего в эти кабинеты очереди нет. В эти кабинеты целенаправленно направляются пациенты, которые обратились к врачу впервые в этом году. Это как бы рекомендация онкологической службы КРАИ, мы за этим следим. Кроме того, туда может обратиться любой желающий. Осмотр занимает у женщин где-то 15 минут, у мужчин 12 минут. Осматривается кожа, осматриваются слизистые, ротовая полость, вагинальное исследование у женщин, ректальное исследование. Осматриваются лимфоузлы, пальпация, живота. То есть такие нехитрые манипуляции, однако дающие возможность выявить опухоли бессимптомные, обозримой локализацией, которые человека не беспокоят, но человек подготовленный сможет эти образования увидеть или заподозрить. Если такая ситуация возникает, человека сразу направляют на дообследование. То есть получается цена здоровья 15 минут. Да. Есть у нас на связи эксперт, это врач-онколог городской поликлиники номер 22, Ольга Жаровская. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Ольга Болеславовна, скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим о том, что в данном случае проходит очередная профилактическая акция, онкологическая. Да, да, да. Вы по своим пациентам, по тем людям, которые к вам приходят, во времена проведения таких акций больше людей приходит? И вообще, что называется, с улицы, без назначения врача, люди приходят, спрашивают о своем здоровье? Вы знаете, действительно, таких пациентов стало намного больше. Народ стал грамотнее и народ стал беспокоиться о своем здоровье. И вот все эти сейчас проходящие акции, профилактика злокачественного образования, полуспирта и глобки, все пациенты, которые от нас пригласили, разослали письма, либо позвонили, мы всех увидели в первые 2-3 дня. Слава Богу. И слава Богу, что у нас злокачественное образование у нашего контингента не выгодно. А очереди, ажиотаж, есть очереди создаются? Или, в принципе, вот то, что мы говорили буквально перед тем, как вы вышли в эфир, что, ну, пришел практически 15 минут, и без очереди ты можешь идти дальше? Сегодня очень удобно. Есть и предварительная запись, и есть вообще взаимодействие между врачами первичной сети, когда терапевт может предварительно, послав рабочего места информацию на рабочий место онколога, предупредить его, что он сейчас ему приедет пациента, завести уже пациента непосредственно к врачу. Поэтому сегодня такой проблем, как очередность под кабинетом онколога тоже нет. И у других специалистов, в общем-то, узкого профиля. Спасибо большое, спасибо большое, Ольга Бориславовна, что вышли с нами на связь. Я еще раз хочу напомнить, это была врач-онколог городской поликлиники номер 22 Ольга Ажаровская. Я понимаю, что акция вот только стартовала, первого числа прошла там, ну, сколько, ну, неделя практически, да. Какие-то результаты уже есть? Я честно говорю, я боюсь, что вы скажете, да, мы уже кого-то нашли, но тем не менее я должен спросить. Алексей, да, ну, поскольку акция проводится по всему краю, то я могу, как бы, предварительные данные за прошедшую неделю уже озвучить. Осмотрено около 10 тысяч жителей края, и у 56 из них заподозрены онкологические заболевания. То есть эти люди сейчас проходят обследование, уточняющие их диагноз. Поэтому акция доказывает свою эффективность, работа продолжается. Ну, вот, если возможно, да, алгоритм. Пришел пациент вот в такой кабинет, допустим, как мы там в 22-й поликлинике, посмотрели, определили там, ну, что может быть что-то есть, да, есть какие-то подозрения. Дальше что происходит с пациентом? Дальше пациент направляется к терапевту, да, обследуется, выполняется необходимое обследование и направляется на консультацию в онкологический диспансер Краснодара или в межтерриториальный онкологический диспансер, где уже диагноз уточняется, подтверждается и решается вопрос о специализированном лечении, в том числе и высотехнологичном, который оказывается в Краснодаре. А вот в результате, совсем немного времени у нас остается до рекламы, сейчас будем делать паузу, но тем не менее задам этот вопрос. А в результате вот таких вот акций, как правило, все-таки выявляются пациенты на ранних стадиях или когда это уже, ну, достаточно запущенные заболевания? Как правило, выявляются пациенты на ранних стадиях, где-то две трети пациентов это ранние стадии заболевания. То есть и люди даже не подозревали, что может быть что-то... Как правило, ну, мы, когда к этим акциям готовимся, мы подбираем вообще все профилактические акции, мы подбираем группы пациентов с высоким риском заболевания. То есть некую группу риска, да? Да, группу риска. А вот то, что сейчас говорил доктор, да, Ольга Болеславовна, то есть они, видно, кого-то обзвонили, она говорит, что у нас есть там определенная группа риска, которую мы приглашали. Как раз об этом и речь. То есть это люди старше 40 лет, люди, которые, допустим, игнорировали диспансеризацию, давно не обследовались, люди, у которых в анамнезе есть доброкачественные процессы или злокачественные опухоли, у родственников, у которых были злокачественные опухоли, то есть вредные производства, вот в таком плане. То есть мы сужаем круг обследуемых, конечно, для того, чтобы повысить эффективность своей работы. Вот если позволите, Роман Алексеевич, ну вот мне кажется, в первой части программы мы достаточно подробно проговорили про акцию, я надеюсь, что мы еще к ней вернемся. Но вот если перейти вот к текущему положению, я, честно говоря, очень много слышал разговоров о том, что вот лето, солнце, пляж, ультрафиолет, это такие факторы, которые в той или иной степени могут спровоцировать те или иные онкологические заболевания. Насколько это действительно так? Действительно, наш край является эндемичным по заболеваниям кожи онкологическим, в данном случае мы чаще говорим о онкологических заболеваниях кожи. И поэтому действительно, где-то к концу лета, к осени количество пациентов с подозрением на диагноз рак кожи увеличивается у нас. Я прошу прощения, я правильно понимаю, съездил в отпуск, сходи к врачу? Правильно. То есть вот так нужно поступить? Ну, как бы правильно раз в год обследоваться, правильно вести здоровый образ жизни. Что касается солнца, желательно, конечно, не допускать ожогов. Есть люди, которым противопоказано солнце. Это люди, которые имеют аллергическую реакцию на ультрафиолет. Это люди с светлым цветом кожи, светлым цветом волос, рыжие. Люди с большим количеством родинок. В такой ситуации нужно прятаться от солнца, использовать одежду хлопчатобумажную с длинными рукавами, шляпу, очки. То есть защищать кожные покровы от прямого воздействия солнечного света. Сейчас мы продолжим этот разговор. У нас есть телефонный звонок 290-06-46, телефон прямого эфира. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас, скажите. Зовут меня Анастасия. И у меня вопрос к вам. Я слышала, что если за один сезон несколько раз обгореть на солнце, то может получиться раз позже. Так ли это и как себя обезопасить? Но имеете в виду обгореть так, чтобы вот прямо вот можно было снимать... Вот прям вообще, да. Это же как нужно любить себя, чтобы несколько раз обгорать на солнце. Спасибо большое за телефонный звонок. Ну вот мы начали этот разговор. Да, ну я отвечу на вопрос телезрительницы. У каждого человека запас прочности свой. Есть люди, которым достаточно один раз сгореть на солнце, и это вызывает необратимые изменения в кожных покромах, диспластические изменения или уже опухолевые изменения. Поэтому, конечно, не следует допускать вот ожоги солнечные. Нужно пользоваться... Ну я уже говорил о группе людей, которым вообще нежелательно как бы злоупотреблять солнцем. Вот, люди темноволосые, с темным цветом кожи, они менее подвержены солнечным как бы ожогам. Но тоже желательно пользоваться кремами, защищающими кожу. Не выходить на солнце там с 11 до 5 часов вечера. Ну, стандартные такие, да, рекомендации. То есть, рекомендации здесь нет ничего особенного. Эти рекомендации просто выполнить. Просто нужно иметь определенную культуру здоровья. Ну а тогда, вот, опять же, я готовюсь к нашей программе. В том числе в интернете я читал там рекомендации. Вот загорать надо постепенно, начиная весной, с первых таких теплых дней. Тогда загар, а, ложится ровный, становится такой приятный бронзовый. Человек даже там в июле, в августе, выходя уже, как вы говорите, с 11 до 5, он не сгорает, никаких ощущений нет. Это может являться профилактикой? Или здесь рекомендации одни и те же, несмотря, загорелый ты, не загорелый, есть там у тебя бронзовый загар или нет? Ну, мы сейчас больше говорим о красоте загара, чем о его пользе. Загар, как бы, избыточный, он не полезен. Поэтому специально этим заниматься не стоит, особенно ходить с оленью. Возвращаясь, опять же, к раку кожи, мы об этом говорили сейчас в последние минуты. В том же самом интернете я прочитал, что из всех раковых заболеваний, рак кожи, это самое страшное, что может случиться человеку. Ну, если мы говорим о меланомном раке кожи, то есть такое заболевание меланома, то это очень страшное и серьезное заболевание. Если мы говорим не о меланомном раке, базалиома, плоскоклеточной раке, то это процессы, протекающие доброкачественно, хорошо лечащиеся и редко дающие отдаленные метастазы. А меланома, да, действительно, эту опухоль называют королевой опухоли, потому что небольшая опухоль может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Отдаленные метастазы в отдаленные сроки 20, 30, 40 лет и привести к смерти. 290-06-46, это телефон прямого эфира. Еще раз напоминаю нашим телезрителям. Тогда, если мы вернемся к меланоме, а есть какая-то профилактика? Я так понимаю, что солнце это тоже вот такой фактор риска. Ну, в первую очередь, те люди, у которых много родинок, должны наблюдать за ними. Если родинка меняет цвет, если она начинает увеличиваться, расползаться или расти над поверхностью кожи, если она изъязвляется, если появляются какие-то неприятные ощущения, обязательно нужно обратиться или к дерматологу, или к дерматоонкологу. Особенность этой опухоли, что, я сказал, даже небольшая опухоль, может принести серьезные очень проблемы. Вот чаще всего это темного, черного цвета опухоли могут располагаться на ладонях, могут располагаться эти опухоли на стопах, даже под ногтями, в прямой кишке, во влагалище, то есть непредсказуемое месторасположение. Те части тела, которые обозримы и доступны для осмотра, тоже подвержены этому заболеванию. Поэтому я бы советовал каждому человеку периодически осматривать себя в зеркало или просить родственников, чтобы осматривали, и наблюдать за этими образованиями. Ну, и опять же, то, что мы с вами говорили, да? Съездил в отпуск, вернулся, сходи к врачу. Да, если. И у нас есть звонок, сообщает мне наш продюсер, 290-06-46, телефон прямого эфира, говорите, и мы слушаем вас. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Добрый вечер, как вас зовут, скажите. Меня зовут Ольга. Да. А у меня сразу вопрос. А я все время перед прогулкой мажу своего свинишку кремом от загара. Вот у меня свекровь, она другого мнения, она воспитала троих детей, у нее все всегда было прекрасно, и внуков дождалось, крем не нужен. Вот убедите ее, что все-таки крем необходим. Спасибо, я надеюсь, сейчас ваша свекровь слушает, будем убеждать. Спасибо большое за телефонный звонок. Ольга, в данном случае крем может рассматриваться как один из способов защитить... ...в рукавом, очки, панама. То есть можно комбинировать эти методы защиты. Не обязательно каждый день пользоваться кремом. Но, в принципе, то, что вы делаете, это правильно. Вот, я надеюсь, кому-то помогли. Кроме кожного покрова, кроме рака кожи, летом еще есть какие-то группы риска? На что стоит обращать внимание? Или вот кожа – это самое основное? Ну, рак кожи – это то, что чаще всего после лета с чем приходят к нам больные. Все другие заболевания, они имеют, как правило, несколько причин своего развития, развиваются медленно, постепенно, и здесь такую сезонность прямую провести невозможно. Ну и так далее. У нас не очень много времени остается до конца программы. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что сейчас в Краснодарском крае проходит очередная профилактическая акция, направленная на раннюю диагностику онкозаболеваний. В данном случае это ротовая полость и… Глотка. И глотка. Но все пациенты, да, с любыми другими подозрениями могут прийти в любое медицинское учреждение. Могут обратиться в любое медицинское учреждение, в смотровой кабинет, и они будут осмотрены, если будет необходимость, обследованы. Поэтому акция продолжается, я повторюсь, акция стартовала 1 июня, продлится до 30-го числа. Акция проходит по инициативе под руководством администрации Краснодарского края, Министерства здравоохранения Краснодарского края. Все желающие могут посетить эту акцию, посетить смотровые кабинеты по месту жительства в лечебных учреждениях. Ну и опять же, есть в нашем народе вот такое, чем выше статус, в данном случае, медицинского учреждения, тем, соответственно, лучше. Прийти, в данном случае, в краевой онкодиспансер можно? В краевой онкодиспансер можно с улицы. В онкодиспансер можно с улицы, мы осматриваем пациентов, которые к нам приходят. Но не стоит умалять способности и квалификацию тех людей, которые работают в смотровых кабинетах, потому что все эти люди, они прошли стажировку в онкодиспансерии. Мы следим за этим, мы следим за работой смотровых кабинетов, хотя они как бы административно нам не подчиняются. То есть это как бы юрисдикция главного врача лечебного учреждения, в котором находится смотровой кабинет, но все равно онкологическая служба занимается этим вопросом, патронирует, занимается образованием этих людей, поэтому люди работают подготовленные и следует доверять их квалификации. Спасибо большое, Алексей, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить о том, что в гостях у нас сегодня был главный внештатный специалист, онколог Министерства здравоохранения Краснодарского края, кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории, главный врач клинического онкологического диспансера номер один Министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам. Сейчас с 1 по 30 проходит акция, так что давайте займемся собственным здоровьем. На сегодня это все, увидимся в следующий раз. Всего доброго и будьте здоровы. До свидания. Спонсор программы «Сберегательный союз» 8 800 5000 977 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова